Ирина Анатольевна Смагина Ирина Анатольевна Смагина Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас в гостях заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Ирина Анатольевна Смагина. Здравствуйте, Ирина Анатольевна! Добрый день, Татьяна! Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня мы будем говорить об инфекционных заболеваниях. Время летнее, жаркое, количество инфекционных заболеваний растет. С чем это связано? Действительно, каждое лето чревато у нас увеличением заболеваний кишечными инфекциями. Связано это с тем, что летом высокая температура, повышается активность микробов, вирусов и, естественно, повышается вероятность порчи пищевых продуктов. Поэтому на сегодняшний день ситуацию мы контролируем, но, тем не менее, настороженность в этом плане должен иметь каждый гражданин. Как выявить, что заболел ты кишечной инфекцией или какой-то другой инфекцией? Как это понять? Существует очень много кишечных инфекций, возбудителей инфекционных заболеваний. В связи с этим клиника немного разнится, но есть общие симптомы, которые должен знать каждый. Это прежде всего повышение температуры тела. В некоторых случаях может не быть, но чаще всего может быть субфибрильная температура. И при серьезных кишечных инфекциях, таких как дизентерия, сальмонеллез, чаще всего температура тела выше 39 до 40 градусов может подниматься. Но такое заболевание, как холера, она тоже относится к кишечным инфекциям. Парадокс, но при холере температура тела ниже 36 градусов. Называется холерный алгит. Тошнота, рвота, общее недомогание, которое связано с интоксикацией, то есть микробы, вирусы, они выделяют в кровь токсины, которые приводят к такому плохому самочувствию. Боли в животе, рвота, тошнота, как я уже сказала, и жидкий стул, диарея. Вот это чаще всего такие симптомы кишечных инфекций наблюдаются у людей. Ну, конечно, бывают атипичные формы, повышение температуры тела, иногда это не доходит до других симптомов. Но наиболее, вероятно, часто это те симптомы, которые я вот донесла до зрителей. Можно как-то лечиться самим или надо обязательно идти к врачу? Естественно, при любом недомогании в обязательном порядке необходимо вызывать врача. Необходимо вызвать врача на дом, если тяжелое состояние больного, вызывается скорая помощь. Если состояние больного позволяет потерпеть до прихода врача, необходимо вызвать врача-педиатра или терапевта на дом. Далее врач дает направление в кабинет инфекционных заболеваний, и пациент посещает врача-инфекциониста. Если необходима госпитализация, больной госпитализируется. Наверняка есть какие-то способы профилактики, чтобы не заболеть. Какие? Естественно, способы профилактики – это профилактика самого заболевания. Прежде всего, это соблюдение правил личной гигиены. Практически все кишечные инфекции, они передаются через грязные руки. И по-другому все кишечные инфекции можно назвать болезнь грязных рук. Дизентерия, сальмонеллез, кишечные инфекции, вызванные условно-патогенными микробами. Вот вирусные инфекции, они могут передаваться и воздушно-капельным путем, и через грязные руки, и через пищевые продукты. Как уберечься от того, чтобы не заразиться через пищевые продукты? Любая хозяйка у себя на кухне должна иметь разделочный инвентарь отдельный для сырых пищевых продуктов, для готовых пищевых продуктов, для мяса, для вареного мяса и для сырого мяса. Очень большую опасность летом представляет курица. Куры это чаще всего источники сальмонеллезной инфекции, поэтому разделывая курицу, обязательно нужно знать, что после ее разделки нужно продезинфицировать все любыми дезинфицирующими средствами, которые имеются у хозяйки дома. И конечно, как я уже сказала, отдельная разделочная доска, разделочный нож для сырых кур. Для салатов нужно иметь отдельный разделочный нож и доску. Конечно, я понимаю, что такое нагромождение разделочного инвентаря это очень сложно для хозяйки, но тем не менее, если вы хотите не заболеть, обязательно используйте вот эти вот рекомендации. Овощи, фрукты необходимо тщательно мыть перед употреблением. Но если существует еще такой способ обработки овощей и зелени, это как подержать их в таком концентрированном соленом растворе. Это также способ уйти от заражения вот этими всеми кишечными инфекциями. Все продукты необходимо хранить в холодильнике при температурном режиме, который указан на этикетке. Потому что, предположим, красная икра, она при минусовой температуре хранится. Прошу обращать на это внимание. Необходимо использовать все продукты в течение срока годности этого продукта. Прошу обращать внимание на молочные продукты летом. Вот молочные продукты у нас, это очень серьезный фактор при заражении кишечными инфекциями. Особенно если граждане покупают молоко, творог на неорганизованных рынках. Рекомендую покупать эти все продукты только в магазинах и на организованных рынках. Что еще по поводу кишечных инфекций нужно сказать? Больной человек это у нас источник кишечной инфекции. То есть вирус и бактерии попадают во внешнюю среду через грязные руки. То есть вот вышел больной человек из туалета, загрязняет он там дверные ручки, полотенце. Поэтому, если в квартире появился больной, его в обязательном порядке необходимо изолировать. Для него выделить отдельное полотенце, отдельную посуду. Ну, это вот основное правило профилактики. Можно употребляя обозы и дыни заразиться кишечными инфекциями? Естественно, можно. Что должны знать граждане при покупке бахчевых культур? Во-первых, нужно выбирать точки, где их можно покупать. Как правило, эти места администрация выделяет предпринимателям, которые торгуют бахчевыми, вблизи магазинов и крупных торговых центров. То есть у торговца, продавца у него должны быть условия для соблюдения правил личной гигиены. Какие-то условия? То есть он должен иметь место, куда сходить в туалет и где вымыть руки. И, конечно, чаще мыть руки во время продажи бахчевых культур. А какой-то документ у него должен быть? У него должны быть документы на эти бахчевые культуры, сертификаты, в которых указано, в каком хозяйстве он приобрел эти бахчевые культуры, что там не применялись пестициды и химикаты. Поэтому у него должно быть такое ветеринарное свидетельство. Покупатель может потребовать? Может, покупатель может потребовать, и ему должны предъявить по требованию вот эти документы. Что еще нужно сказать? Как вы обращали внимание, продавец одними руками выдает вам бахчевую культуру и от вас же получает эти деньги. Это один способ обсеменения вот этих бахчевых культур. И, конечно, они все собраны с земли. Поэтому мы ни в коем случае не рекомендуем пробовать все эти бахчевые культуры на месте. То есть вам вот отрезали кусочек, сказали, попробуйте, спелый ли арбуз. Ни в коем случае этого делать нельзя. Вы должны купить этот арбуз, принести его домой, тщательно вымыть с мылом, а еще для верности отдать его кипятком. Тогда вы будете защищены от заражения кишечными инфекциями через бахчевые культуры. Еще один момент. Очень часто через бахчевые культуры, употребляя бахчевые культуры, можно иметь клинику кишечной инфекции. Но это может быть клиника при употреблении нитратных продуктов. Но я хочу сказать, что лабораторные исследования, которые мы проводили в последнее время, свидетельствуют о том, что бахчевые культуры сейчас идут нормальные. И содержание нитратов у них в пределах предельно допустимых концентраций. Поэтому в этом плане можно быть спокойным. Значит, главное – это тщательно вымыть бахчевую культуру, не покупать надрезанные арбузы дыни и не пробовать их у продавцов. Чаще покупатели сами являются инициаторами этой пробы, и, собственно, этого делать не нужно. Да. Еще я хочу в жаркую погоду обратить внимание наших телезрителей на культуру питьевого употребления воды. Питьевое водоснабжение в жаркую погоду. Чаще нужно пить воду, и вода должна быть из организованных источников. Очень многие наши зрители летом отправляются в походы, на рыбалки, и некоторые пьют воду из источников, неорганизованных источников, которых не контролируется, лабораторный контроль, не проводится воды на бактериологические и химические показатели. Например, колодцы или ключи какие-то, да? Да, если уверены, что это колодец организованный, проводится контроль бактериологический и химический, естественно, можно пить воду из таких источников водоснабжения. Но мы все-таки настоятельно рекомендуем при отправлении в походы, на рыбалки, на охоту, в обязательном порядке брать с собой достаточное количество воды, бутилированной воды. Та вода, которая у нас сейчас в кранах, она отвечает по бактериологическим показателям нормативам, по химическим показателям содержания железа в нашем Касимовском горизонте, оно очень часто превышает, незначительно превышает или превышает там содержание железа несколько раз. Но наши ресурсоснабжающие организации, они борются с этим, у нас есть установки по очистке от железа, и в плане бактериологии мы спокойны. Но, тем не менее, я не могу сказать, что вот вы пейте воду только из-под крана, но, тем не менее, вода сейчас отвечает, эти люди, которые привыкли пить сырую воду, в плане бактериологии она у нас сейчас отвечает санитарным нормам и правилам. Это очень положительный такой момент. Положительный момент, потому что мы получаем воду из подземных источников водоснабжения, она, как правило, защищена от этих всех бактериологических загрязнений, а те люди в других городах, которые получают воду из открытых источников водоснабжения, она проходит бактериологическую очистку, поэтому здесь могут быть какие-то проскуки. Конечно, никто от этого не застрахован, и из подземных источников водоснабжения вода протекает по трубам, она идет дальше в краны наши. При аварийных ситуациях может быть попадание каких-нибудь там бактериологических загрязнителей, но компании, которые занимаются содержанием вот этих вот труб, они обязаны продезинфицировать все трубы после проведения таких земляных работ. Спасибо большое. Мы переходим к следующему переносчику инфекционных заболеваний, к насекомым. Расскажите, пожалуйста, как уберечься от насекомых в летнее время? Вот этот год, наш год во Всемирной Организации Здравоохранения, это год борьбы с болезнями, трансмиссивными болезнями, то есть болезнями, которые передаются через кровь посредством укусов насекомых. Но я немножко шире хочу осветить эту тему. Летом у нас огромное количество всех насекомых, блохи, комары, клещи, слепни и очень большое количество грызунов, которые в природе являются резервуаром инфекционных заболеваний, а вот эти все наши насекомые являются переносчиками инфекционных заболеваний. Летом, как правило, у них период размножения, они не спят, наши грызуны, и насекомых очень много, поэтому увеличивается опасность заражения вот этими заболеваниями. Для нашей местности какие страшные заболевания? У всех на слуху клещевой энцефалит. Хочу успокоить граждан, клещевой энцефалит, он характерен для более северных местностей, и в Московской области у нас внутренние вот наши случаи заражения пока не регистрировались. Что касается лиц, которые уезжают на рыбалку, на охоту, в таежные места, в более северные места, им, конечно, нужно застраховаться и сделать себе прививки против клещевого энцефалита. Они делаются каждый год. Там причем делается вакцинация, а потом ревакцинация. Если же такая прививка не проведена, то в обязательном порядке на местах отдыха нужно защищать себя от клещей посредством соответствующей одежды. В нашей местности какие заболевания чаще всего встречаются? Это болезнь лайма или клещевой боррелиоз. Заболевание также серьезное. Переносчики клещи. На месте укуса клеща появляется через 14 дней, через 10 дней, до 45 дней эритема. То есть такое круглое пятно, которое от места укуса светлое, а по периферии оно более красное. Появляются температуры где-то субфибрильные, может быть выше 38 градусов. Человек чувствует недомогание. И заболевание серьезное тем, что оно системное заболевание. Страдают все органы ткани, сердце страдает, нервная система. Поэтому если все-таки после укуса клеща появилась такая эритема, в обязательном порядке нужно обращаться в больницу, чтобы провели правильное лечение. Второе заболевание это толеремия. Тоже очень серьезное заболевание. Переносчики клещи, могут комары слепни. И в природе можно заразиться, употребляя воду и пищевые продукты, зараженные испражнениями грызунов. Симптоматика какая? Увеличение лимфоузлов, опять же недомогание. Опять же при появлении первых симптомов ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. В обязательном порядке обращаться в больницу. Клещевой эрлихиоз и анаплазмоз. Это также заболевание, которое в нашей местности передается от клещей. Но заболевания мало изучены. Опять же после укуса клеща появляется лихорадка, недомогание. Лечение только в больнице. Кроме одежды, какие еще есть способы профилактики? Существуют химические вещества, репелленты так называемые. Распыление которых защищает от укусов клещей, комаров, слепней. Есть репелленты, которые распыляются на кожу. Есть репелленты, которые распыляются на одежду. Поэтому при покупке нужно внимательно обращать внимание, как используются эти репелленты. Рекомендации еще хочу дать гражданам. По поводу клещей все заблаждаются в том, что думают, что клещи падают на нас с деревьев. Это не так. Клещи у нас в основном обитают в траве. Поэтому они ползут снизу вверх. То есть попадая на конечности, они ползут выше и выше. И клещ в течение нескольких часов передвигается по телу человека. То есть он ищет место, нежную кожу, куда бы ему присосаться. Когда он присасывается, выделяется такая жидкость из слюны, которая аналогизирующим свойством обладает. Человек практически не слышит момента присасывания клеща. Но потом конечно появляется зуд. Поэтому при обнаружении клеща, перехожу к следующему моменту профилактики, его нужно немедленно снять. То есть не ждать там один, два дня. Если человек не может сам снять этого клеща, ему необходимо обратиться в больницу. А как правильно снять клеща самостоятельно? В аптеке продается очень много приспособлений. Вот такие пинцеты пластмассовые. Но если под рукой ничего нет, я рекомендую такой вот наиболее старый, испытанный способ. Вокруг хоботка этого клеща необходимо затянуть нитку. Но не так сильно, чтобы не перерезать его шейку, этого клеща. Потому что клещ, когда он проникает в тело человека, вот голова клеща, она оказывается в коже. А все остальное туловище, когда он засасывает кровь, оно как бы над поверхностью кожи. Поэтому нужно затянуть нитку, такую нитку, чтобы не порвалась и не оторвала, еще раз повторяю, головку клеща. И провести такие вращательные движения. Ни в коем случае не нужно на клеща лить масло. Некоторые даже клей на клеща постараются как-то его обмазать клеем или лаком. Это все неправильно. Это наоборот будет затруднять извлечение клеща из тела. Поэтому вот или таким вот пинцетом нужно легкими движениями, вращательными движениями покрутить этого клеща. А потом постараться вытащить его так, чтобы головка не осталась вот как раз вот в коже. Или же при помощи нитки. И следующий способ это обратиться в лечебно-профилактическое учреждение, где этого клеща извлекут. Не каждый клещ переносит инфекционное заболевание. Каким образом узнать, что был он источником заразы или не был? Действительно, клещи, они по разным данным от 40 до 60% заражены вот этими клещевым боролиозом, анаплазмозом, эрлихиозом в нашей местности. Поэтому удалив клеща, его можно исследовать. Существуют лаборатории, которые проводят исследования клещей. Если раньше неживого клеща лаборатории отказывались принимать, то сейчас можно и мертвого, и живого клеща исследовать на наличие в нем возбудителей инфекционных заболеваний. В мытищах Симашко, Дом-2, есть лаборатория, которая принимает таких клещей. Но медицинские учреждения, лечебно-профилактические учреждения, если у них есть договор с такой специализированной лабораторией, они сами транспортируют этих клещей. Но, насколько я знаю, у Электрогорской больницы нет такого договора на сегодняшний день. Если они заключат, то можно сдавать в Электрогорскую больницу. Если человек сам себя снял клеща, как его довести до медицинского пункта? Как его надо хранить? Да, его нужно хранить в стеклянной маленькой баночке, закрытой плотно. Эти граждане могут обратиться к нам, мы дадим контактный телефон, и они могут туда отвезти этого клеща. Много инфекционных заболеваний привозят с собой туристы. Сейчас многие возвращаются с отпусков. Как определить, что ты являешься переносчиком какого-то заболевания? Ведь это так сразу не поймешь. Ну, я хочу сказать, что человек от человека может заразиться кишечными инфекциями, о которых я говорила. Трансмиссивные заболевания, они не передаются от человека. От человека можно заразиться только через молоко матери. Или же, если там рядом есть комар, одного человека укусил, а потом другого укусил. Таким образом можно заразиться. Посещая страны, южные страны, оттуда можно привести серьезные заболевания. Вот есть такое заболевание, как лихорадка западного Нила. Есть такое заболевание, как малярия, которые передаются через насекомых, через тех же самых комаров. Опять же, как я уже говорила, диагноз, правильный диагноз может поставить только медицинский работник. Поэтому, возвращаясь из жарких стран, если у вас появились какие-то нарушения со стороны здоровья, вот в первую очередь это лихорадка. Малярия, это лихорадка, которая не проходит в течение нескольких недель, месяцев. В обязательном порядке нужно обращаться в больницу, чтобы провели исследование крови, потому что малярия очень серьезное заболевание, от нее погибает. Лихорадка западного Нила, тоже заболевание, которое передается комарами. Опять же, первые признаки, это повышение температуры тела, недомогание, интоксикация. В общем, в любом случае, если после приезда из таких вот жарких стран вам плохо, вы не ждите, а обращайтесь за медицинской помощью. Потому что квалифицированно вылечить пациента может только медицинский работник. Ну что же, Ирина Анатольевна, спасибо вам большое за квалифицированные ответы. Уважаемые телезрители, повторяю, у нас в студии сегодня была заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Ирина Анатольевна Смагина. Я с вами прощаюсь, всего доброго, берегите себя, до встречи. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.